Традиционно в дни зимних каникул в Иваново приезжают юные краеведы. В Центре развития дополнительного образования детей состоялась 24-я краеведческая конференция. В ней приняли участие ребята из всех муниципалитетов региона. Каждый год школьники пытаются выяснить что-то новое о своей малой родине. Многим удалось презентовать работы на всероссийском уровне и занять призовые места. В предыдущем году, в 2013-м, в Москве проходил конкурс имени Вернадского, из-за которой, выиграв его, я получила президентский грант для поддержки талантливой молодежи. Работа называлась «Воспитание учащихся в средних учебных заведениях в дореволюционный период». То есть я рассматривала учебные заведения Иваново-Вознесенской, Шуи и Юревца. Такие встречи позволяют ребятам узнать больше о своей малой родине, поделиться полученной информацией, обменяться опытом исследовательской работы. В этом году поступило более сотни работ. 68 из них жюри отобрало для защиты. Исследования учеников посвящены различным темам географии Ивановской области, новой и дореволюционной истории края, культурному наследию и истории ремесел. Я очень давно занимаюсь криведением, мне это очень нравится. Мой научный руководитель заинтересовал меня, я решила исследовать именно традиционную культуру, так как у меня бабушка живет в деревне, дедушка тоже жил в деревне. И мне именно наше ремесло захотелось изучить. Например, резьбу, ткачество и так далее. Просто в чем оно заключалось, какие украшения были, почему наши предки это все придумали, какие символы были. Труды юных краеведов не пропадут даром. Исследования ребят будут задействованы при подготовке проекта «Путешествие по губернии». Уже разработаны 10 маршрутов, которые помогут поколению лучше изучить наш край. А информация, добытая школьниками, сделает эти экскурсии еще интереснее. Любовь Почерникова, Андрей Семьогов, РТВ Иваново.